На совещании с членами правительства обсудили и обращение жителей в адрес властей. Тревожный звонок поступил из АЛЛАТРА. По словам горожан, одна из аптек, входящая в состав сети «Формация», наладила бурную торговлю противоэпилептическими препаратами, но используют жители их как альтернативу фанфурикам. Глава региона потребовал провести тщательную проверку. После жалоб горожан на работу провизоров специалисты Минздрава выявили немало удивительных фактов. Только за последние полгода в АЛЛАТРА поставлено 240 пачек противоэпилептических лекарств. Хотя по всей республике за последнее время реализовали четыре упаковки таких препаратов. Почему на них повысился спрос именно в АЛЛАТРА, непонятно. Может там харусель сделали, кто-то интересы свои закладывает. Министр здравоохранения отметил, служебное расследование продолжается. Уже удалось выяснить, что противоэпилептические препараты в АЛЛАТРА чаще всего реализуют молодым людям. Хотя продавать такие лекарства без рецепта врача запрещено. Основные показания применяют для лечения нейропатических болей и при снятии судорок, при эпилепсии. Значит, капитен не включен перед тем же на необходимых важных лекарственных препаратах. Получать прибыль любой ценой недопустимо, отмечает Михаил Игнатьев. Продавцы знают, что это за лекарство. Все же они с медицинским образованием в основном, так ли? Да, продавцы. Они знают. А зачем допускают? Хорошо, что кто-то не отравился и не стал инвалидом. Или станет скоро инвалидом. Мы об этом должны говорить. Провести служебную проверку и наказать виновных глава региона потребовал в двухнедельный срок. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.